Есть герои шоу-бизнеса, которых широкая публика знает в основном по псевдониму творческому. Таков и наш сегодняшний гость. Это актер, пибец, это бодибильдер, это шоумен Сергей Глушко. Добрый вечер, Сергей. Добрый. Прошу. Заметьте, что я не сказал, что стриптизер Тарзан. Ну, я почти обиделся, кстати. Нет, ну, потому что на самом деле вы уже как бы переросли, да, вот этот жанр просто такого мужского танца или мужского шоу? Я надеюсь, что нет. Нет все-таки? А когда вы последний раз зажигали, так сказать? Этой ночью. А, понятно. Кстати, вот была какая-то история в июне в Вармавире, которая получила. Это специальный был пиар-ход или действительно это получилось накладкой? Допускай меня на этом же месте разразит гром небесный, если я совру. За всю мою, ну, так назовем, деятельность, то есть все публикации, которые за это время появлялись, там, какие-то скандальные, не скандальные, я ни разу не выступал инициатором. Ага. Я ни разу не был ни одной заказной статьи, ни одного специального какого-то повода для какого-то раздувания чего-либо, ни одного. Вот клянусь, жду грома. Грома нет, я прав. Поэтому это не было специальной акцией, это была, ну, как, стандартная некая гастроль наша. Да, это был торговый комплекс, то есть необычная площадка, но... А, то есть в торговом комплексе это первый раз было выступление? Необычная площадка, нет. Именно на этой площадке мы уже работали в другом городе. То есть мы были уже с организаторами знакомы, со всеми. То есть было более чем странно мне всю эту историю слышать, тем более по прошествии месяца после того, как мы там выступили. Да, это было в начале июня, да? Да, то есть я понимаю, если бы там чья-то справедливая, не знаю, возмущение чье-то захлестнуло после выступления, он написал там какие-то заявления куда-то. Прошел месяц, и в преддверии, я просто уже тоже как-то подготовился к этой истории, там, в этом городе, в преддверии какой-то предвыборной кампании, в городские там дела, некий общественный деятель там, некая мадам, решила, видимо, пропиариться, ну как бы. И вот не нашли они лучшего повода, чем такое яркое событие, как приезд в Тарзаншоу. Выступление в торговом комплексе, да, но в час ночи... А, то есть это ночное время было, да? Ребята, а какие могут быть дети? Я сказал, что я отец сам, но мой ребенок в час ночи спит и дома. Поэтому, если ваши дети по каким-то причинам оказались вместе с вами на данном мероприятии, это исключительно... Ну, в общем, я все понял. Это не на родителей. В час ночи, вот с такими буквами 18+, на уж то, что Тарзан танцует стриптиз, не знают, знают даже школьники. У меня сын школьник. Ясно. Если мы про пиар, да, давайте сюда животное. В программе у нас есть традиции, мы пиарим кошек бездомных и находим хозяев... Как зовут? Лондон. Лондон? А почему Лондон? Я уеду жить в Лондон, да. Да, вот это Лондон, такой красавец. Мы найдем ему хозяина или хозяйку. У вас, кстати, рингтон, мне говорят, с Лондоном. Я уеду жить в Лондон, да, да, да. У меня многие друзья звонят и говорят, чтобы не бери трубу. А на самом деле в Майами. На самом деле ни разу не в Лондон. Ну, я по-разному люблю кататься. И в Лондон в том числе. Я просто для тех зрителей, которые не в курсе, просто про Армавир, что вы там станцевали с девушкой. И вот был скандал. Кстати, это очень обсуждалось перед вашим приходом. Да, с девушкой. Может быть, из-за этого был скандал. Но я не в тренде. Вы, кстати, как выбирается жертва? Как вот вы из зала выбираете девушку? Вот неправильная постановка. Не жертва. Хорошо. Нету жертв. Все происходит на добровольной основе. Я понимаю, но вы же должны вычислить в толпе девушку, которая не застремается, не будет вести себя как Лондон, убегать, соскакивать, что она будет вам подыгрывать. Это не подстава? То есть это реальные публики? Словами классика, да. Я уже сейчас выдал то, что хотел сказать. Глаза. А как можно увидеть глаза, когда вы находитесь в свете софитов, прожекторов? Вот, наверное, за более чем 16-летнюю мою карьеру в этом, на этой стезе, я научился каким-то образом. То есть такого не было ни разу, что вы выбираете девушку, выносите ее на сцену, а она начинает вот вырываться? Нет, бывало всякое. Но это уже искусство твое, как артиста, чтобы сделать так, чтобы это было, а, во-первых, интересно всей публике, а не только тебе, допустим. Б, чтобы это ни в коем случае не задело ничьих каких-то интересов или не обидело. И, конечно же, не обидеть эту девушку, которая... Только обидеть ее жениха, которая... Ну, даже это не так страшно. После этого вообще... Легкая ревность, она, я считаю, даже полезна. А ко мне ревновать, я говорю, ко мне ревновать вообще нельзя. Это от чего же так? Да я уже в этом смысле не человек, а некий как символ, знаете, как отсылают к алтарю, так говорят, ну иди на девичник, сходи к Тарзану, как-то не проблема. Только я за укрепление УЗ. Вот, то есть все в любом случае для зрителя. То есть для. Для того, чтобы он получил удовольствие, чтобы он поучаствовал и... То есть это все ни в коем случае никакого насилия. Понятно. То есть только всегда за. Но это некая магия, это некая ближе бандерлоги. Ну, как бы я не знаю, как объяснить. Потому что я думаю, что любой артист должен владеть такими вещами. То есть, что говорится, держать зал. Если ты этого не умеешь делать, ты как минимум не интересен публике. Люди будут кушать салаты там. Я считаю, с одним мифом мы покончили. Еще важно, еще один миф, который мы обсуждали до начала передачи, насчет Тарзана в социальных сетях. Мы выяснили, что Твиттер, ну, вы его не ведете, как минимум. Не веду. Как он появился, это уже дело давнее, никто не вспомнит. Давайте я так общо скажу про соцсети. Да, давайте. То есть я, в принципе, я, в принципе, считаю, что интернет — это зло. Так. Причем, будучи, ну, как бы, все-таки человеком взрослым и здравомыслящим, я понимаю, что уже без него мы никак не сможем. Так. Но, тем не менее, я не знаю, какими средствами его контролировать или как-то это, получается, нарушение там некого свободы слова. Я не знаю, как из этой выйти ситуация. Но то, что помимо, естественно, есть полезные стороны интернета, естественно, там по бизнесу, по работе, но это такое поле неконтролируемое для, ну, для всего там, разжигания розни. Я вашу позицию понял. Порнография, пятая, десятая, то есть полная безнаказанность. Сергей, я понял, а вы мне объясните позицию в этом смысле Архип Сергеевич. Ему 12 лет. Так. Он наверняка уже пользователь интернета. Нет, соцсетей. Нет? Нет, игр, максимум игры. То есть вы с Королевой его контролируете? Нет, ну, ему 12 лет он любит играть в компьютерные игры. Это логично. Сейчас все поколение, оно с рождения, они говорить еще не умеют, они уже умеют играть как бы. Вот и все. Соцсети его не интересуют абсолютно пока. Ему хватает друзей во дворе и в школе. Ну вот, маму у него там понятно. Да. Наташа Королева. Папа понятно. Сергей Глушко. Он рожден для шоу-бизнеса? Архип будет у нас в шоу-бизнесе? Вот вы задаете вопросы. Ну а кому же задавать, как и родителям? Ну потому что могут что угодно говорить родители. Моя мама хотела, чтобы я был хирургом. А почему хирургом обычно? А она говорит, мне так хирург это так звучит. Я с ней согласен. Я сам всегда перед врачами, перед летчиками я снимаю шляпу, потому что для меня это некий сорт людей, сверхлюди. То есть это не мог быть каждый, я считаю. Вот. Поэтому, может быть, я сказал, мама, ну прости. А папа, наверное, хотел все-таки, чтобы в военном, да? Логично было, да, что я пошел в военное, ну я и пошел в военное после школы. Я офицер запаса, и я не забуду, как я выходил после мандатной комиссии, когда меня уже приняли, и была летная форма. Я выхожу весь такой, значит, лысый, постриженный, худющий там после КМБ, и в этой форме летной, и на КПП приехал отец. Я впервые увидел, как у отца слезы потекли, потому что, а я даже не понял, в чем дело. Оказывается, мне уже мама потом рассказала, что у отца было, ну как бы там, когда был молодой, у него была мечта быть летчиком. А я об этом не знал, но не прошел по каким-то параметрам. Он даже пытался поступать. И, то есть, так осталось это где-то, позже он стал инженером ракетных войск, но об этой своей мечте я не знал о своего отца. И когда я выхожу в летной форме, и вдруг отец видит свое продолжение, я вижу слезы, конечно, я был, это осталось в памяти такое интересное. Когда вы последний раз были в родном городе? Ну, не так давно, кстати. С концертами? Да, с выступлением. Так. Да, это было возвращение такое блудного попугая. Это было зимой. Да. Номер школы помните? Конечно, третья школа. Третья школа. Там висит сейчас досками врань Сергей Глушко там? Нет? Я не попал в школу, к сожалению, было закрыто, да. Ну, не знаю. Было самому интересно просто пройти. Ну, вы ведь на самом деле прям сразу ведь в шоу-бизнес двинули. У вас же в школе, да, был коллектив музыкальный? Ну, был, да. Ну, расскажите. Я в школе занимался всем, то есть я занимался в секции спортивной, очень серьезно, с самого первого класса. Я занимался в художественной школе, я рисовал. В определенный момент, а он хочет ко мне просто. Да? Да. Точность, конечно. Я люблю котов. Так, все, я люблю ответственность делегировать. Вы видите, вы просто отпустите его и ничего не делаете. Хорошо, верю, верю. Вот, и я занимался музыкой, я рисовал, я ходил в спортивную там секции, то есть вот я сбежал, товарищ. Да. То есть у меня было, мне не хватало времени на все. Как команда называлась ваша? Команда называлась Фортуна. Это была школьная группа, аппаратура школьная. Ну, Машина Время тоже была изначально школьная группа, так что, конечно, да, они со школы, номер 19. Фортуна, но название было как бы преемственное, в школу, поэтому выбирать не приходилось. Там же даже какой-то, я читал в интернетах, вами нелюбимых, какой-то хит был, с которым вы заняли какой-то... Был конкурс городской, да. Какого города? Города Мирный, Архангельск, Космодром Плесец, который для всех. Так, так, так. Закрыто название, секретная информация. Да, и мы выступали, да, и получили приз зрительской симпатии. А что за песня? Песня была про город, написанная солдатиками, скорее всего. То есть слова народные, а музыка как-то так легла, уж не буду я прислать. Сейчас даже не помните, напеть не можете. Песню? Да. Но она такая под гитару, почему? Я могу, я помню. Так, ну так, чтобы хотя бы понять. Да, спойте. Не куронят цветвей, задремавшие ели, это громы опять откликают кого-то, он рассвет и встречает в солдатской шинели. Имя мирное, но боевая работа. Пум, 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 ба-ба-ба-ба. Ну вот, вот. Нет, песня очень... Певец Глушко, говорят, стриптизер. Рогозер, певец, да. Пожалуйста, в этой истории с Армавиром. Самое смешное, когда я читал это весь, то, что там написано было, что вышел, значит, Глушко и уже, значит, голый практически танцевал, танцевал, и все ждали, когда же он запоет. Ага, да-да-да-да. Я это прочитал, думаю, ну кто это пишет? Ну, смешно. Ну, смотрите, не бывает каких-то универсальных рецептов, не бывает параметров, которые нравятся всем. Вот кому-то там нравятся брюнеты, кому-то блондинки. Вот по вашим оценкам, сколько процентов женщин предпочитают вот такой типаж, типаж мачо, в котором вы выступаете. Как вам кажется? Вопрос, не веду никакой статистики. То, что, то есть я там, допустим, абсолютно осознаю, что я не червонец и не нравлюсь всем, это точно. То есть у меня нету на эту тему каких-то... Вот типа все как бы там болеют. Но все равно на фоне этого найдутся люди, которые... Конечно. Даже как бы понимая, что им нравится то же, что и всем, и их это бесит, они будут говорить, что значит нет. То есть эта любовь всеобщая, она приведет, приводит как вторым этапом уже к другому как бы, к аттракшену такому. Когда человека очень много и очень как бы... А люди же, к сожалению, не живут все одинаково, одинаково хорошо, к сожалению, одинаково успешные там в жизни, в работе. И афиширование собственных каких-то там суперусловий жизни, ну, нехороший эффект имеет. Надо думать об этом. Да, мы про Эмир заговорили, я в свое время с Костей Дзю беседовал, я спросил, за сколько ты свою косичку, вот, ну, знаменитую так вот... Все, я понял, продолжение вопроса. Я понял, продолжение вопроса. Да, за сколько вот наголо так, по-лейтенантски. Да, тем более, что это было уже. Ну, конечно. Как-то я это связываю с неким продолжением все-таки закономерной какой-то карьеры. Я бы постригся, пожалуй, за хорошую роль в кино. Ага. Но вот хорошесть я буду же определять по ходу пьесы, да. А не предлагают хорошее? Кино, к сожалению, нет. Потому что в основном эпизоды, да, вот в сериалах, в «Неверии», я помню. Да, да, нет, были там фильмы более-менее серьезные, но они как-то не нашли отклика там. Ну, то есть не вышли даже там куда-то. С этим, с кино не катит, не везет. Очень сложно пробить вот эту за глаза историю, которую тебя... То есть людей с шоу-бизнеса в кино не любят. Ну, да. Абсолютно точно. Если и приглашают только лишь с целью там, как бы, позвать известных какие-то медийные лица в кино для афиши. У меня это было не раз. И уже не скрывая мне это говорят. Ну, парень, у тебя пригласили, роли как таковой нету. Ну, вот там что-нибудь придумаем, походу, там, вот. Зато выходит афиша, я вот стою на афише вот так. Для меня это, конечно, немножко обидно. Ну, киношников тоже можно понять, потому что люди придут и видят, о, Тарзан. Сразу будут ждать как бы определенные... Все правильно, но дело в том, что я имею образование, значит, актерское. Я играю более 10 лет в спектаклях. Вот в спектаклях мне, со спектаклями мне гораздо больше везет. И я бы объяснил это вот почему. Причем у меня было, то есть я состоял и в агентствах. И приглашали меня в кино, но ровно когда начался кризис в стране... Это мы про кризис какой? Это еще туда, туда. В 98-й? Да. Резко, резко, значит, поужались все, то есть все, кто в кино, и так актеров много. Все, значит, резко поужали и каким-то там пришлым людям со стороны. Сразу очень серьезная как бы история. А тем более с таким шлейфом, как у меня, мне надо приходить на пробы, перемалывать все отношения, которые... То есть люди меня пригласили, даже не глядя на меня. И только лишь после проб тоже такое было. Режиссер вдруг наконец садится, начинает на меня смотреть и говорит, ну теперь давайте поговорим. То есть мне приходится двойную работу делать, чтобы пройти какой-то там кастинг, какие-то пробы. Но я люблю трудности. Мне нравится перемалывать как бы или приходить и видеть лица снисходительные или какие-то там еще там презрительные. Но мне нравится уходить... Презрительные? Бывают всякие разные. Но мне нравится уходить с другими. Мне нравится, когда уходишь с площадки, и режиссер в мегафон говорит, товарищи, давайте попрощаемся, значит, вот Сергея Блышко. Спасибо тебе, артист или актер. То есть люди и многие, кто ходят на мои спектакли, попадают, они говорят, ну честно, говорят, ну не ожидали. Не ожидают. А у меня серьезная по театру история. Я играю с Львом Дуровым, с Коренем Владимировичем, со многими великолепными нашими актерами, вот старой гвардии, так называемой, работой с которыми не могут похвастаться многие из современных молодых актеров, даже успешно снимающихся в кино. Театр честнее, вот так бы я сказал. Театр честнее, это да. Менее коммерциализирован. Это согласен, я. Поэтому я там... Не, ну на самом деле то, что вы изначально делали, я имею в виду, Тардан, что это же тоже театр. Вот парадокс. Как? Парадокс. Какой? Я играю в театре, и я выступаю в Тарзаншоу. Так вот, в Тарзаншоу ни в коем случае нельзя играть. Как? Вы же там в образе, у вас же есть несколько образов. На сайте 4 разных образов. Я объясняю. Это самая распространенная ошибка вообще в понимании. Это не образ, это Тарзаншоу я. Так, ну там есть парад, есть... Это личное дело каждого. Я говорю лишь за себя. Я Тарзаншоу не играю. Ага. Это я. Плохой, хороший, там, еще какой-то, но это я. Мне все это очень часто, мне говорят, там, за пределами, там, знакомлюсь с какими-то людьми, сижу, разговариваю, они говорят, ну ладно, ты уже из образа выйди, ты уже не на сцене, давай уже. Я говорю, а что, что надо сделать сейчас? Я, это я. Я за, еще раз говорю, там, более чем за 16 лет вывел одну простую вещь. Только лишь реальное твое состояние, и никакой тут наигрыши не должно быть. Вот здесь, в Тарзаншоу, не должно быть. Люди сразу чувствуют фальшь. То есть, если у тебя страсть, это должно быть реальной страстью. Зрители сразу чувствуют ложь. Сразу. Я даже в себе это, вот, я даже экспериментировал, проводил эксперименты. Сразу ложь чувствуют, теряют интерес сразу к себе. Мы финишируем игрой в правду. Так. Значит, выглядит она так, здесь четыре фишки. Так вот она, как правда выглядит. Вы выбираете фишку. Да, все, у каждого свои форматы. В нашем формате правда выглядит, как колода карт. Вот, на карточках написаны вопросы. Так, давайте, три у нас будет по пусте. Так, цыганка старая. Так, потягиваем слепую фишечку одну, любую. Так, есть. Так, это голубая. Значит, любую голубую карточку, Сергей, любую. Хорошо. Читайте вопрос. Есть ли у вас сейчас долг, который вы на самом деле не планируете отдавать? Я не знаю, может быть, это какой-то родительский долг, сыновья, не обязательно деньги. Ну, я так воспитан. Что отдавать надо, да? Что два пункта на эту тему. Во-первых, я стараюсь, ну, насколько это возможно, не приобретать долги. Как бы мне ни было тяжело. У меня одна поговорка была там, в детстве. Лучше не иметь ничего, чем иметь долги или там прочие какие-то истории. И второе, конечно, если ты уж должен, то кровь из носу надо отдать, а потом уже налаживать свою жизнь. Не у всех в шоу-бизнесе такие подходы. Так, я знаю. Я знаю. Снова голубая. С особнячком. Да что ж такое? Да, отложим. Мне чтобы третий раз она не попала. Любую другую голубую. Голубые на меня так. Потому что цвет рубашки и джинсов, я все в тему. Падки у меня, да. По цвет студии. Любой, Сергей. Вы обсуждаете интимные детали своей личной жизни с друзьями, обещая при этом своему партнеру, что ни с кем не будете это обсуждать. Вообще не имею такой привычки. Вот прямо совсем. Не обсуждаю свою личную жизнь ни с кем, даже с друзьями. А во-вторых, считаю, что люди, которые это делают и много об этом говорят, ну это как в анекдоте. То есть на самом деле не происходит там ничего ровным счетом. Люди больше фотосируют. Это правда. Сосед говорит, как у Лена. А сосед говорит, у него там секс каждую полчаса. Он говорит, так и вы говорите. Ну да. Последнее, третье. Точно будет уже не голубая, я отложил. Да. Смотрите. Красная. 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 Вы когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Ну это, по-моему, не ваш. Не ваш случай, по-моему. Да. Так как-то удачно получилось, что это не мой случай. Но в любом случае, я думаю, что если речь касается о партнере, то бишь это некий спутник жизни или человек близкий тебе, я не буду, я не буду его таким образом задевать или пытаться обидеть ни в коем случае. На этом мы ставим точку. Я дарю вам книжку. Она называется «24 кадра правды про кино». Здесь про киношни, как мы про кино тем более говорили. Вот будет когда-нибудь еще одна книжка, куда наша беседа войдет. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok